итак сегодня мы поговорим про клавы клавы это музыкальный инструмент и ритм музыкальный инструмент выглядит вот так то есть это две деревянные палочки они могут быть цельными либо они могут быть с дырочкой с резонатором могут по-разному отличается высотой тона и честно говоря общими ощущениями вот эти мне очень нравится они прям настоящие низ кубы и я их очень люблю что такое клавы как ритм вообще это основа всего в латиноамериканской музыки клавы это тот скелет это каркас и переводится само слово как ключ то есть это ключ к той музыкальной композиции который мы слышим ритмические этот ключ является основой для всех остальных инструментов то есть и партия накладываются уже поверх на тот ритм клавы который выбрал композитор различают сон клавы и румба клавы мы сегодня будем говорить про сон клавы но еще есть босса клавы но мы не будем этого касаться сон клавы бывает двух видов 3 2 и 2 3 значит как это выглядит у нас есть музыкальный размер в сайсе это 4 четверти и ну танцоры считают у нас по восьмеркам раз два три 4 5 6 7 8 музыканты считают по четверкам раз два три четыре раза три четыре так далее я написала оба варианта чтобы вам было легче ориентироваться разберем клавы 32 клавы 32 имеют в первой части то есть первых раз два три четыре три удара они расположены на одинаковом расстоянии они приходятся на счет 1 насчет 2 и и насчет 4 именно за счет того что это не 2 и не 3 а 2 и расстояние между этими ударами одинаково что касается 2 половина здесь нас два удара на счет 6 и 7 либо на счет 2 и 3 что одно и то же если мы считаем по четверкам как звучат клавы 32 три одинаковых удара в первой части и два удара во второй селу 거예요 по-четверски по-четверски Клава 2-3 по сути являются тем же самым, только начинаются с... они как бы перевернутые. В первой части у нас два удара, а во второй три. Расположены они точно таким же образом. То есть два удара приходится на счет 2 и на 3, как и здесь, да? Три удара приходится на счет 5, 6 и, то есть тут было 2 и, здесь 6 и, 6 и и 8. Звучат следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь, восемь. К-как, к-как-ка, к-как-ка, к-как-ка. Классное упражнение Скучать склавы, ходить в бейзик И все такое прочее Мозг взрывается, все потеет, попкорн сыпется Все классно В реальной жизни вы не будете скучать склавы И ходить в бейзик Вы можете ходить сам в бейзик в склавы Да? Что тоже немножко неудобно Ну, просто неудобно Потому что не совпадает Поэтому Выделяя склавы гораздо проще Шагами Ровно на месте Не требующим смещения И четко попадающим удар Это просто Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь Па-па 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 Да Чтобы они были Ну, нечто больше Чем просто марш Можно добавить бит В груди Па-па 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 Okay? Походим Раз Пам-пам, пам-пам, пам-пам. И. Окей. С этого и начнется наше движение, которое будет состоять из двух. Первое. Это небольшие шаги. На месте чуть-чуть можно в сторону, а не принципиально. Пам-пам, пам-пам, пам-пам. А вторая часть у нас будет вместо шага направо. Выглядит из удара по ноге. Это счет два. Нога в сторону. Три. И дальше три удара. Та-а-та-а-та. И бейзи. Два-три. Еще раз. Пам-пам, пам-пам-пам. Дальше. Пам-пам. Пам-пам-пам. Два-три. Пять-шесть-семь. Раз. Два-три. Пять-шесть-семь. Восемь. Два-три. Пять-шесть-семь. Семь-семь. Восемь. Два-три. Пять-шесть-семь. Еще раз. И 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Окей, еще раз. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, па, 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 два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь.